Он будет монополистом, арбузы продавать, пиццу развозить, фейерверки продавать на Новый год, он будет делать все. А монополизм возлюбленный это любимое детище антихриста. Допустим в той же Чехии или в других странах, Сбербан действует на широкой территории, всемирно известный банк, там почему-то даются кредиты под процент, скажем, X, а у нас дома под 2X, то есть в два раза больше. Почему? Это антинародный банк что ли? Антироссийский банк. Они сосут и пьют и вытягивают из России все, что можно вытянуть. Греф сам ничего не выдумал. Он просто волна несет, он сам вряд ли понимает, куда его несет. Он одевается под Стива Джобса в простую рубашечку, но не Стив Джобс. Он в жизни в простой рубашечке не ходит, он только на презентации в ней маячит. Антихрист будет филантропом. Он скажет, я вам верну ваши древние храмы, я их отреставрирую на ядь. Правда там молиться нельзя будет, чтобы вы фрески не попортили вашими коптящими свечами. Филантропия монополистов – это антихристовый фокус. И нас должно, христиан, это тревожить, потому что монополисты-безбожники – это дети антихриста. Вообще понимают они об этом или не понимают? Не понимают, потому что Евангелие не читают, в церковь не ходят. Думайте, молитесь. Антихристовое время. Время коротко. Вот, уважаемые друзья, сейчас вы прослушали небольшое объяснение известного протерея Андрея Ткачёва о том, что время антихриста приближается. И очень полезные слова нам, открывшим, так сказать, пролившим свет на сущность Бербанка, протерея Андрея Ткачёва нам всем рассказал. Вот, а я хочу продолжить чтение тринадцатой главы Евангелия от Марка о времени приближения второго пришествия Христова. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его – «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ – «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали его на дине Пётр и Яков и Иоанн и Андрей – «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить – «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я и многих прельстят». «Когда же услышите о войнах и о военных слухах? Не ужасайтесь, ибо надлежит ему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения – это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь, наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Преда же брат брата на смерть и отец детей. И восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Данилом, стоящим где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в уйдеи добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим состами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь. Вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силу и многую, и славу. И тогда Он пошлет ангелов Своих, и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет родственник, как все это будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том или часе никто не знает. Ни ангел небесный, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власти каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пене петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. И вот как толкует феофилак болгарский, архиепископ Ахридский, вот эту главу, 13-ю, Евангелие от Марка. Поскольку Господь много говорил о запустении Иерусалима, например, «оставляется вам дом ваш пуст», то ученики удивились, что столь величественные, прекрасные здания должны погибнуть, и потому показывали ему столь поразительное благолепие храма. Но он предрекает, что тем не менее из всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима, и таким образом пытаются представить Христа лживым. Но это напрасно, ибо если и сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камню на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Елий Адриан раскопал самое основание города и храма, так же через него исполнилось пророчество о том, что не останется камня на камне. Когда же Господь сидел на горе Илеонской, к нему подошли ученики, спрашивая, когда это будет, то есть когда исполнится предреченное Иерусалиме. А он прежде ответом на их вопрос утверждает их ум, чтобы не соблазнились, ибо при начале бедствий в Иудее явились люди, называвшие себя сами учителями. Поэтому, говорит Господь, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Многие придут, таковы, например, были Иуда Галилеанин и Февда, кои выдавали себя за помазанников божьих. Услышите, говорит о войнах, это те войны, о которых Иосиф Флавий повествует и которые были перед разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам, а разгневанные римляне пошли на них войной и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие, и не одни войны были, но и другие богам посланы казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали иудеям, что сам Бог ведет с ними брань. Все же это было только начало болезней, то есть предстоявших им бедствий. А вы, говорит, берегитесь, ибо вас будут предавать судилища. Благовременно вводит речь о том, что их будут предавать судилища, это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторые утешения в своих собственных бедах. Но когда Господь сказал перед правителями царями «поставят вас за меня», то и этими словами Он преподал немало утешения ученикам, именно в том, что они будут страдать ради Его. Для свидетельства перед ними, то есть чтобы быть им безответными, видеть свое осуждение уже в том самом, что, истезуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, а потом уже предан будет запустение Иерусалим. И что действительно Евангелие проповедано было всюду, еще до разрушения Иерусалима, послушай Павла, по всей земле, говорит он, прошел голос их и до предела вселенной слова их. Послание к римлянам, апостол Павла, 10 глава, 18 тих. Это обстоятельство послужило к большему осуждению идеев, то есть что проповедь распространилась сюда еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию. Покаяться и таким образом избавиться от бедствий, но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвергнутся. Действительно, прежде, нежели наступил решительный броня римлян с иудеями, чего не потерпели от них апостолы, булочи преданы на судилище и введены к царям, Ироду, Агриппе и Нерону. Но вы, говорит, не заботьтесь, наперед что вам отвечать, в тот самый час Дух Святой даст вам, что должны вы будете говорить. При этом предсказывает им и то, что все хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о всем предварительно, приготовлялись к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение. Ради меня, говорит, будьте ненавидимы. Это самое великое облегчение несчастья. Великое также утешение заключается в том, что претерпевший до конца спасен будет. Под мерзостью запустения, разумеется, статуи того, кто подверг город Иерусалим запустению. Ибо мерзостью называется всякий идол. Мерзостью запустение названо потому, что его поставили внутри недоступного святилища храма. Когда Иерусалим был взят и через это подвергся запустению. Впрочем, еще Пилат внес ночью в храм изображение Кесаря. И через то был ино великого мятежа в народе. С этого времени начались и войны, и запустение Иерусалима. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Хорошо сказал. Находящиеся в Иудее все вообще, а не апостолы. Ибо апостолов не было тогда в Иудее. Но, как сказано, они еще прежде войны были изгнаны из Иерусалима. Или лучше сами ушли из него, будучи движимы Духом Святым. И так добегут оставшиеся в Иудее. А кто будет на кровле, пусть незачем не возвращается в дом свой. Рад должен быть и тому, если спасется хотя ногой. Но горе будет тогда женам, имеющим детей, и беременным. Почему? Потому что первые, имея детей, будучи удерживаемы, в любови к ним, не могут убежать. Да и в очеве имеющим неудобно будет бежать по причине бремени, чем в отношении. Но я думаю, что здесь указуется и на детоедение. Ибо осаждаемые иудеи во время голода поднимали руки даже на детей своих. Если бы бегство случилось зимой, то трудность времени препятствовала бы желающим бежать. И вообще скоро будет их часть же из всех когда-либо бывших и имеющих быть. Ибо Бог, предвидя, что по пленению многие из евреев уверуют, ради всего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Но можно разуметь это и в нравственном отношении. Так, мерзость запустения, есть всякое помышление сатанинское, стоящее на святом месте, в разуме нашем. В тём-то случае находящиеся в иудее добегут в горы, то есть исповедуясь, пусть восходит на горы добродетелей. Иудея значит исповедование, проповедь. А кто стоит уже на высоте, пусть не сходит с неё. Ибо когда какой-либо страстный помысел станет нас, тогда он лежит посредством исповеди спешить на высоту добродетелей. И не сходить с сей высоты. И делающий доброе, пусть не возвращается взять прежнюю совесть в ветхую одежду, которую он совлёкся. Год же бегущему зимой. Ибо должно нам бежать от греха с теплотой, то есть покаянием. А не с холодностью, неподвижно, что означает бегство зимой. Господь кончил речь о Иерусалиме. Далее начинает говорить о пришествии Антихриста. Слово «тогда» надо бы норазуметь не так, что когда начнёт сбываться вышесказанное о Иерусалиме, тогда не верьте, если кто скажет вам, вот здесь Христос, но знай, что это есть особенное свойство Писания. Так евангелист Матфей, сказав о Рождестве Христовом, говорит, в те дни приходит Иоанн, Ивангель от Матфея, 3 глава, 1 стих. В какие дни? В теле, которые непосредственно следовали по Рождестве Христовым? Нет. Но неопределённо. Так и здесь Христос говорит. Тогда не прелеститесь, то есть не в то время, как упустошён будет Иерусалим, но во время пришествия Антихриста. Не прелеститесь, говорите, ибо многие станут называться именем Христа, дабы соблазнить избранных. По пришествии же Антихриста вся тварь изменится. Звёзды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблятся. То есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире, и видя сарабов своих судимыми. Сарабов своих судимыми. И тогда ты узрит Господа, как Сына Человеческого, то есть во плоти, ибо видимое в Нём есть тело Его. Но хотя Он придёт и в теле, и как Сын Человеческий, однако силой многую и славою. Видишь ли, что и Сын посылает ангелов, как и Отец? Где же те, кои говорят, что Он не равен Богу и Отцу? Ангелы же придут тогда для того, чтобы собрать избранных, которые, быв восхищены на облаках, должны будут таким образом встретить Господа. А что я говорю, продолжает Господь, это можете уразуметь из примера смоковницы. Как смоковницы, покрывшиеся листьями, показывают, что близко жатва, так и после скорбного времени антихристова непосредственно последует второе пришествие Христова, которое для праведных будет точно, как жатва после зимы, а для грешных – зима после жатвы. Истинно говорю вам, не придёт род сей, то есть род верных или христиан, как всё это будет. Всё сказанное о Иерусалиме пришествии Антихриста. Господь говорит здесь не о роде апостольском, ибо апостолы не продолжат жить до кончины мира. Многие из них не дожили и на разрушение Иерусалима. Значит, родом сим именуют здесь род христианский, утешая таким образом апостолов, дабы они не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера может быть совершенно оскудеет. Господь говорит, дерзайте, не придёт род верных и не оскудеет. Скорее придут небо и земля эти непоколебимые, по-видимому, стихи, нежели слова мои. В чём-либо не исполнится, ибо всё, что я сказал, будет. Желаю держать учеников из любопытства в последнем дне и часе. Господь говорит, что ни ангелы, ни сын не знают о всем. Если бы он сказал, я знаю, но не хочу открыть вам, в таком случае он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни ангелы, ни я не знаю, он весьма мудро поступает, совершенно удерживает их от желаний знать и закучать. Это ты можешь понять из примера. Малые дети видят что-либо в руках отцов, часто просят у них. Если отцы не хотят дать, они, не получая просива, начинают плакать. В таком случае отцы обыкновенно скрывают от них вещь, которую держат в руках и показывают детям пустые руки, удерживают их от слёз. Так и Господь, поступая с апостолами, как детьми, скрыл от них последний день. Иначе, если бы сказал, я знаю, но не скажу, они и воскорбили бы, что он не хотел им сказать. А что Господь знает о последнем дне и часе, это очевидно, ибо сам он веки сотворил. Как же ему не знать того, что сам сотворил? Притом и для пользы наший Бог скрыл кончину жизни как общей, так и каждого из нас в частности. Дабы мы при неизвестности всей кончины непрестанно подвязались, ожидая её и страшась. Как бы она ни достала нас, не готовых. Но рассмотрим и с другой стороны сказанное. Вечером настаёт конец, когда кто умрёт, состарившись. В полночь, когда кто достигнет середины века. В пене петухов, когда начинает раскрываться в нас рассудок. Ибо петух означает рассудок, пробуждающий нас от сна бессознательности. А потому, когда отрок начинает действовать рассудком и понимать, тогда в нём гласит как бы петух. Наконец, утро означает совершенно детский возраст. Итак, всем нужно помышлять о конце жизни. Младенец ли есть, и о нём должно позаботиться, чтобы не умер некрещеным. Заповедует ли это Господь всем вообще, и мерзким людям, и отшельникам. Итак, мы должны бодрствовать и молиться. Исполняйте то и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но проводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметьте то, что Христос теперь не сказал. Я не знаю, когда наступит время кончины, но не знаете, ибо ради нашей пользы скрыло это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины. Тогда всё время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах. А последний день, изъявляя раскаяние, впали бы ещё и в худшее состояние. Вот мы с вами прослушали, дорогие друзья, и отца Андрея Ткачёва, и Евангелие от Марка, тринадцатую главу, и толкование на эту главу феофилакта болгарского, архиепископа, ахридского. Но должен нам сказать, что вот последние слова, когда епископ говорит, младенец ли есть, и о нём должен позаботиться, чтобы не умер некричённым. Я в своё время, лет десять назад, читавший вот это толкование, пришёл в недоумение и обратился к Алексеевичу Осипову. Но с просьбой растолковать, прав ли святитель, мне показалось, что как я могу дерзать, восстать даже на святых? Оказалось, да. Алексей Ильич мне ответил, что это не соответствует богословскому догматическому учению. Вот так бывает. Это ещё раз нам говорит, что как звезда, звезды разницы, да, так и святые многие во мнениях были тоже разного. Что, допустим, касается антиномии Гиена, да, половина святых было за вечные муки и бесконечные, а половина святых, известных довольно-таки святых, были за вечные, но не бесконечные. И в этом обвинили, кстати, профессора Осипова, что якобы он учит об этом. Ничего подобного, это не Осип, а вот святые так вот говорили. Видите, поэтому нужно нам внимательнее всегда читать, даже святых отцов. Но вот действительно время очень страшное. Время при дверях, как сказать. И нам нужно особо бдить, особо следить за собой, за своими страстями, за движением своих мыслей. И прибегать к чему? К молитве к Иисусовой, естественно, к святым отцам, древним святым отцам, такие как святитель Иоанн Златоуст, Василий Великий, Исаак Сирин. Но в наше время, конечно, к святителю Игнатию Боринчанинову, который переложил древних святых отцов и адаптировал их для более лучшего понимания нами. Помоги нам, Господи!